итак итак видео называется католическая доктрина вернее православный васил станкевичу с разбор это из канала ялда богов владислав задает вопрос почему с вашей точки зрения католическая доктрина верно и филиохию непорочное зачатие непогрешимость папы и цитара а православное нет отвечает александр станкевичу да есть такая статья я ответил владиславу как раз таки своей статьей выдержку из нее я там той статье написал сразу что это мое как бы мнение и желание превращать статью в некую такую анти православную риторику да и тому подобное меня не было то есть я описал те причины по которым считаю католичество истинным и верным вот именно те причины которые лично я считаю таковыми отвечает александр станкевичу с которого в принципе знаете в том числе по моему по стриму совместному со мной в свое время я уже написал целую статью на эту тему поэтому отвечу вам выдержками и из нее мы будем читать не статью а выдержки соответственно исторические аргументы исторические события однозначно в пользу католической веры как мы помним иисус христош наш господь и спаситель заповедовал нам идти учить все народы согласно библейской мысли евангелие должно дойти до каждого народа на земле прошло две тысячи лет и какие выводы мы можем сделать ну кстати я замечу что из того что иисус христос заповедовал идти учить все народы не следует то что это не обещает как бы нормативное высказывание до христа идите и проповедуйте учение мое да это не обещание того что христианство обязательно распространится да как бы то есть ну ну как сказать как смотря как это понимать это в любом случае повеление идти и учить все народы и на мой взгляд католическая церковь своей миссионерской деятельностью исторически было гораздо более активно чем протестанты даже потому что протестанты они подключились относительно поздно к этому процессу и тем более чем православные потому что православные все же ограничены своими национальными церквями все же ограничены своими государствами в которых они находятся да есть православная миссионерская деятельность я знаю русской православной церкви на Филиппинах. Она есть, по-моему, в Японии. Ну, наверное, где-то и в Средней Азии она есть, но мне кажется, что она очень скромная и в целом ограничена либо территориями бывшей Российской империи, либо как-то связана с деятельностью российских компаний. Например, во Вьетнаме есть православный храм. Собственно, по-моему, там этим храмом православия во Вьетнаме представлены. Так вот, этот православный храм построили для работников Роснефти, которые... Нет, или Росатома, который там занимается проектированием Вьетнамской АЭС, по-моему, так. То есть это связано непосредственно с присутствием там определенного количества граждан Российской Федерации, исповедующих православие. То есть это не для миссионерской деятельности там делается. Согласно библейской мысли, Евангелие должно дойти до каждого народа, до земли. Окей, Евангелие дошло. Но означает ли это, что Евангелие должно дойти обязательно в версии той или иной конфессии? Нет, этого не следует никоим образом. Нет, Евангелие просто должно дойти. Дело здесь не в версиях. Дело в том, кто, собственно, это все реализовал в жизни. То есть представьте, что католической церкви нет, есть только православная, например, да? Даже нету протестантов. Есть только православная церковь. Получается, что у нас на большей части территории земли, а Евангелия-то и нету. Вообще. Из Библии. Собственно, в Библии ничего нету про католицизм, как ничего нету про православие. Католичество сегодня есть повсюду, как и протестантизм, кстати. Ну, протестантизм это не единая конфессия. Это конфессия, которая разбита на деноминации, очень разные между собой. Даже исторически, даже своим происхождением. Где-то есть англикане, которые вообще не в результате реформации даже появились. Где-то есть лютеране, лютеранские национальные церкви. Там шведская национальная лютеранская церковь. Ну что, она соответствует разве тому, о чем говорил Христос в Евангелии? Мне кажется, что нет. То есть протестанты везде разные. У них есть разные церкви и не всегда одинаковые даже богословия. А в самом деле нет ни одной страны в мире, где нет католиков. Даже в Азии католичество за последние сто лет стало религией миллионов, не говоря уже про Африку. Подникает католичество в самое сердце и слава. Причем всего лишь в 1953 году стой престол учредил... Вот, кстати говоря, католическая церковь кому-то может показаться более такой универсальной. Ну это действительно так, вообще христианство универсально. Она может показаться более терпимой по отношению к другим расам и так далее, и народам. Но это достаточно закономерно учитывает, что сегодня в составе католической церкви миллионы, сотни миллионов, реально сотни миллионов африканских жителей, азиатских жителей. И поэтому она уже не может, скажем, быть европоцентричной, какой была на протяжении достаточно большого количества времени. С одной стороны это правильно, с другой стороны нельзя утрачивать связь, скажем так, со своим... Не сказал бы родиной, как бы это правильно сказать, чтобы вы правильно поняли. Нельзя утрачивать связь с Европой, в которой, собственно, все это и развивалось, все это и созидалось на протяжении двух тысяч лет. Вот, что я хочу сказать. То есть, то, что у нас есть чернокожие и азиатские католики, христиане, это хорошо. Но нельзя забывать, что мы не должны адаптировать, скажем, под африканские песнопения свою литургию. Наоборот, мы должны свою литургию европейскую, которая сформировалась, которая даже в какой-то степени канонична, которая освящена и временем, и практикой со стороны многих святых людей, многих христиан. Да, эта литургия должна, наоборот, даваться как основная. То есть, нельзя на местах приспосабливаться к местным каким-то культурным аспектам. Нужен, наоборот, вместе с христианством, чтобы шла и определенная культурная составляющая, искусство, и язык, и прочее. Это важно очень. В Вьетнаме очень много католиков, там, по-моему, 7 или 8, может, даже уже 10 миллионов католиков. Но там очень много католиков. Апостольский викориат в Аравии, так что ре-христианизация исламского мира... Да, вот в Африке точно, православная миссия есть в Африке. Да, спасибо, Александр. ...только набирает обороты. В Саудии, но при этом ислам это самая быстрорастущая в мире религия, замечу. В Сауде у католиков уже около 1 миллиона, а в ОАЭ число католиков может доходить также до 1 миллиона за счет мигрантов. То есть, католическая церковь всердно исполняет задание... Вукновик спрашивает, как инхвизиция соотносится к католической вере, или тогда католицизм неправильный был? Нет, он был правильный как раз. По поводу инквизиции, почитайте мою статью, значит, «Как церковь сжигала ученых», она так называется. И про инквизицию тоже есть статья у меня на медиуме. Блин, название собственных статьи забываю. Сейчас я вам покажу эту статью, чтобы вы потом глупые вопросы не задавали. Как проходил процесс инквизиции? Почитайте еще. Христа по распространению истины, укрепляя свои силы, не завися от светских влады, в том числе финансов. Но это тут, я знаю, что тут есть круг в аргументации. То есть, католическая церковь всердно исполняет задачи Христа по распространению истины. Ну, можно истину заменить на католическую церковь. Ну, как бы, церковь, хранительница, истина, а как иначе? Сердно исполняет задачи, как бы... Василий несколько неправильно воспринимает этот текст, потому что этот текст как раз я позиционирую, как мое собственное видение этой ситуации. Почему я католик, а не говорю о том, что вот все, что здесь написано, у меня есть 100% пруф, ребята, срочно становитесь католиками и так далее. Это, как бы, моя позиция. Поэтому, естественно, для меня католическая церковь распространяет истину, да, это, как бы, тождественно. Поэтому надо понимать, субъективный фактор в этой статье, он есть. Задание по распространению католической церкви. Да, то есть, истинное католическое учение является только если мы католики, ни в каком другом. Но этого здесь, на самом деле, не было. Зря он тут нашел. То есть, католическая церковь распространяет христианство, прежде всего. Она распространяет знания о Христе, она распространяет Евангелие. Об этом шла речь. То есть, как бы, с точки зрения не католиков, можно сказать, что католики распространяют ложь или ересь. Очень усердно и независимо, но тем не менее. На самом деле, даже православная церковь, она не считает католическую церковь еретической. Не было такого собора вселенского, православного собора, даже просто в рамках какой-то одной православной церкви или нескольких, где было бы сказано, что католическая церковь – это еретики. Что касается православных, то если принять популярное в их среде мнение, что католики – еретики, ну, не еретики, а схизматики, как бы догматики, а раскольники, выходит, что за 2000 лет дело Евангелия потерпело поражение. Большая часть православного населения проживает в России, в странах, ранее входивших в сферу влияния России. Всего православных в мире около 220 миллионов человек против одного миллиарда католиков. Кстати, мусульман больше. Я вынужден тут обратить внимание. Полтора миллиарда мусульман. Здесь дело не в цифрах. Я не хотел сказать, что если католиков больше, то, значит, они правы. Это во-первых. Во-вторых, мусульман формально в цифрах действительно больше. Но дело в том, что мусульманин считается автоматом любой, кто родился в мусульманской стране. У них же нету таких, такого плюрализма в религиозном плане, как у нас, как в наших странах. Поэтому там в любом случае человек будет говорить, да, да, конечно, я мусульманин, да, безусловно. Но это не значит, что он не является мусульманином, в общем, дело. И очень большое количество неграмотных, вообще просто не умеющих читать и писать, в мусульманских странах Африки, скажем, да, и даже в Афганистане и Пакистане. Особенно среди женщин. Поэтому говорить о том, что они 100% мусульмане, ну, для меня, как бы, религиозная идентичность, она неразрывно связана с тем, что человек осознает, как он себя называет, да. У нас вот тоже в стране 80% православных, из них там 40% Бога не верят каким-то образом. Вот как при этом они умудряются быть православными. То есть здесь очень важно, насколько человек осознает, что он мусульманин или христианин и так далее. Опять же, мусульман стало много за последние десятилетия благодаря рождаемости. Католиков становится больше благодаря миссионерской деятельности. Это тоже очень большая разница. Из них более 100 миллионов живут в России, потом в Украине, Румынии, Беларуси, Сербии и Болгарии. Я не верю, что Бог сделал избранным только русских сербов. Ну, это рофл, на самом деле. Это я просто... Буквально только в оси у него воспринимаю. Сейчас ты начнешь это обсуждать. Ну, как бы, православный может стать любой человек. Как бы, в любой точке мира. Никакой речи об избранности сербов. Не может он стать православным любой человек, если он не знает, что такое православие, что оно существует. И сербов, и русских нет. Я еще верю, что Бог как бы определяет истинность. Господа, я в чат обязательно загляну, после просмотра ролика только, скорее всего. Потому что так будет удобно и вам, и мне. Вообще, что истинность то или иного мучения определяется тем, какое количество людей в это верят. Мне вот это не очень понятно. Как из того факта, что во что-то верят очень много людей? Нет, нет, дело-то не в это. Это надо воспринимать именно в контексте того, что уже было сказано ранее. То есть, христианство должно распространиться во все уголки земли. Значит, Евангелие должно быть проповедовано всем народом. И, соответственно, мы все вот это сопоставляем. Если христианство, если, например, католичество не истинная вера, а истинная вера только православие, соответственно, получается, что да, у нас только русские, сербы, румыны, белорусы там оказались избранными, потому что христианство в какой-то степени избранность. Но, соответственно, все остальные просто тупо не знают о том, что есть христианство, они не знают, что есть православная церковь. У них тупо нет ни одного православного прихода в их городе, в их стране и так далее. А следует, ну, то, что оно есть, ну, протестантов в совокупности больше, чем католиков. Совокупности не считается. Надо считать отдельно деноминации протестантские, потому что они различны. Потому что англикане, к примеру, это не то же самое, что там неопротестантские общины. Тоже не стоит забывать. Причем, ну, как бы, я так думаю, что если мы подождем какое-то время, то, учитывая ту миссионерскую деятельность, которую протестанты ведут в Латинской Америке, например, которая все менее католической, все более протестантской становится. Привет, темри. Как бы, может быть, протестантов еще больше будет. Но говорит ли это о том, что протестантизм есть? Нет, я так не считаю. Так, что касается старинных центров православия, то все они пребывают в удочащем состоянии. Протестантов, кстати, не больше, чем католиков, по-моему. Что? Что христианство началось с того, что, как бы, у нашего учителя, нашего бога, его распяли на Христе. И у него было там несколько десятков последователей. Это, в общем, еще более удручающее состояние, чем состояние современного православия. Некорректное сравнение. Потому что тогда был старт, а сейчас уже где-то еще лет прошло. Тогда так и должно было быть. Так, четыре патриархата из пяти уже более тысячи лет, про Константинопольского, который более 500 лет, находятся под владычеством иноверцев, мусульманских завоевателей, иудеев, иерусалим. Не слышал жалоб от современных турецких православных, что им как-то плохо живется. А дело не в том, что они будут жаловаться. Они могут сказать, что им охеренно живется, но факт есть факт. Четыре патриархата из пяти находятся под властью иноверцев. Это уже о чем-то лично для меня говорит. Ну и, соответственно, сколько там турецких православных? Сколько вообще в Константинопольском патриархате? Сколько в Турции вообще верующих? Сейчас сколько было православных в Малайзии 700 лет назад? В Турции. Опять же, что значит под властью иноземцев? Ну, как бы, а если бы они... Под властью иноверцев? Были под властью светских властей, но формально православных было бы лучше, как в Российской империи. Я, кстати, не уверен. Да, конечно, было бы лучше. Конечно, что было бы лучше. То есть, вот состояние церкви в современной Турции православной и во времена Российской империи. Я не уверен. Ну, Василов, он немного марксист, поэтому, в принципе, ему все равно. Он должен быть толерантен ко всем культурам и народам. Я не уверен, что из этого, что из этого, как бы, более, более предпочтительно. Так, лишь Рим смог оставить свою свободу от иноверцев. Ну, в смысле, что Рим является отдельным государством. Окей. Нет, не в этом смысле Рим не находится под властью иноверцев. Рим находится в руках христиан. Даже светская Италия, это все равно государство со светской конституцией, но оно все равно христианское. Оно не иноверческое. В любом случае, это христианское государство. Все европейские страны, которые сейчас есть, какие бы они ни были сейчас, там, далеки от идеалов христианства, они все равно христианские страны. Культурно, это христианские страны. Находящиеся, да, в каком-то временном кризисе, это христианские страны. Как и Россия, кстати. Опять же, непонятно, как это говорит в пользу истинности. И государственность, это христианская государственность. То есть, тут явно разрыв в аргументации, почему это говорит об истинности. Это напоминает не аргументы Храброва, а аргумент от прессовки. Васило забомбило. Так называемый. И это дополнительный аргумент в пользу выбора Рима. Можно даже сказать, что ареал православия исторически только сокращается. Мало того, что древние православные патриархаты подчинены иудо-мусульманским влачам, так как в самой России, в центре православия, православные более 100 лет подчинены советской и неосоветской власти. Не знаю, что такое неосоветская власть. Плохо, что не знаешь. Ну, католики, я замечу, что католики там, где они живут, все католики, обязаны подчиняться властям того места, где они живут. Ну да, так всегда было как бы. Как граждане они обязаны подчиняться властям, как католики нет, не обязаны. Просто светское государство, светская власть и духовная власть в Европе всегда были. В чем здесь проблема-то? То есть католики, живущие там на территории Кубы, обязаны подчиняться коммунистическому кубинскому правительству. Так же там с Венесуэлой, так же со всеми другими странами. Ну, кстати говоря, на Кубе никогда не было гонений на религию. Там, в принципе, они как были христианами, так и остались. У них очень лайтово все это произошло. В отличие, кстати, от Венесуэлы, где католическая церковь является очень оппозиционной организацией. И она, в общем-то, мобилизует, отчасти ее заслуга, мобилизация протестов против Мадуро. То есть то, что Рим независим. Ну, окей, Рим независим. Но сколько процентов католиков живут на территории Ватикана? Ну, немножко неправильно понял Васил здесь слово «независимый». То есть, понимаете, у вас есть, значит, церковь, как община верующих, у вас есть государство. Государство, как правило, в католических странах составляет такие же прихожане католической церкви. Ничего подобного нету, скажем, у Константинопольского патриархата или Александрийского. Государство, в котором живет этот и тот патриархат, состоит из мусульман, из иноверцев. И, собственно, закон там иноверческий. Другой, мусульманский закон. То есть церковь там занимает подчиненное положение. Она подчинена и морально в том числе. Идеологически она подчинена. Так, православных либо нет вообще, либо в очень незначительном количестве в Южной Америке. Это про Африку и Азию. Значит, нет, что Бог забыл о большей части планеты. Ну, нет, это так не работает. Ну, еще раз, на момент... Ну, вот, я не знаю, 500 лет назад, 500 лет назад полушарие, одно вот из полушарий Земли, оно было полностью нехристианским. Западное, да, обе Америки. А, еще, кстати, в общем-то, в общем-то, Африка была нехристианская, да, 500 лет назад. Значит ли это, что Бог... Ну, Африка не совсем. Там уже христианство было. Забыл... А, Азия была нехристианская, кстати. Значит ли это, что Бог забыл о, вот, 500 лет назад, вот, трех... Как его... Трех четвертях планеты. Ну, нет. Да, я понял аргументацию. Нет, это, естественно, не значит. Но дело в том, что, действительно, 500 лет назад Южная Америка, Северная Америка не знали христианства, но, тем не менее, за эти 500 лет католичество туда пришло. А православие, оно не только туда не пришло, оно еще сократило свой ареал обитания. Вот о чем я писал. То есть, православие, оно за все это время существования, как именно православие отдельное от католичества, да, восточной церкви, скажем так, оно только сокращалось, оно уменьшалось и сжималось, оно не увеличивалось нисколько. Вот в чем дело. Христианство, опять же, в Северную и Южную Америку кто принес? Католики. То есть, католическая церковь, опять же, принесла христианство в те регионы, где Христа прежде не было. Православные в этом не участвовали вообще. Ну, если католики это схизматики и их догматика не верна, то значит, по крайней мере, это значит, что Бог еще до сих пор забывает про Северную и Южную Америку, потому что христианизировал их с помощью церкви, которая, оказывается, у нас не истинная, в которой полноты истины нет, она есть только в православии. Но православная церковь почему-то, вот как находится на территории России и сопредельных стран, ну, так там она находится, по большей части. Вот об этом я говорил. Опять же, это мое мнение, да, то есть, можете соглашаться, можете нет. Это мои исторические аргументы в пользу католичества, из-за которых я вот считаю католичество более убедительным, да, вариантом для христианского веросповедания, чем протестантизм или православие. Это так не работает, это так и не должно работать. То, что где-то мало христиан, или то, что где-то мало православных христиан, или то, что где-то мало католиков, это не говорит о том, что, как бы, Бог забыл, и это не говорит в пользу того, какая христианская конфессия является истиной. Дело не в том, что мало, там просто отсутствует православное. Но сейчас, конечно, они там есть, потому что сейчас уже глобализованный мир, он везде. Там 2-3 человека везде в любом случае найдется. Но именно как организация, церковная организация, они там отсутствуют. По крайней мере, долгое время отсутствовали. Ну, давайте посмотрим, сколько, я не знаю, сколько православных сейчас... Ну, где? Давайте посмотрим, сколько православных в Бразилии. Присутствует ли оно во всех регионах Бразилии? То есть, у каждого ли бразильца есть возможность приобщиться к православию? Сейчас посмотрим, ну, хотя бы в Википедии откроем. Ну, вот смотрим, что православие в Бразилию принесли сирийцы и ливанцы только в конце 19-го столетия. То есть, до 19-го столетия там христианство уже было в лице католиков, протестантов. Ну, и, соответственно, позже туда другие православные национальности, так в Википедии написано, присоединились. Русские, украинцы, греки, румыны, арабы и армяне. То есть, это в результате миграции. Там появились православные церкви. В начале 20-го века в Бразилии проживало 26 тысяч православных. Сколько вот сейчас их проживают? В ходе всеобщей переписи населения в 10-м году к восточным церквям отнесли себя 131 600 бразильцев. Причем не все из них являются православными. Это все восточные церкви. Причем, например, армянская апостольская церковь, там 26 тысяч человек верующих. То есть, это не все православные, да? Не все те, кого бы вы отнесли к православным. Или другой неприятный пример. Характер православного в присутствии в некоторых странах. Так, во Вьетнаме православные общины отработники... Ну вот, я это уже, кстати, вам уже рассказывал. ...российских предприятий представлены всего одним приходом. Отнесение Вьетнама составляет более 92 миллионов человек. Ну, это печально, окей. Но как это говорит в пользу истинности католичества, в пользу ложности православия? Отдельно, как факт, это не говорит ни в пользу никого. Но надо все в совокупности смотреть. Не надо делать вид, что ты не понимаешь, о чем я говорю в этой статье. Богословского аргумента, в общем-то, нету. Пока. Если представить себе историю воплощения божественной воли... Богословского аргумента бессмысленно требовать там, где прямо я выделил черным цветом исторические аргументы. Там дальше будут и другие аргументы, если там до конца прочитать статью. Просто в данный момент он находится в разделе исторических аргументов. Почему аргументов? Почему он придирается к тому, что я богословские аргументы не выдвигаю? Так я их здесь и не собираюсь выдвигать. Я здесь только исторические аргументы затрагиваю. По спасению человечества в виде цельной картины, то православие на ней будет едва ли заметно. Повторюсь, на мой взгляд. В годы официального раскола 1054-й, те части некой единой церкви, что после станут относиться к православным, с католической точки зрения раскольным, в основном находились уже под властью мусульман. Александрийский и Иерусалимский патриархаты. Либо же готовились к ближайшему будущему это сделать, Антиохия. Причем Антиохия пришла к мусульманам уже в 71-м году, через 17 лет после раскола. А затем, через 27, придет в руки католиков на целых 170 лет. Интересное сочетание чисел, кстати. После уже навсегда придет под власть иноверсов, а через 155 лет пойдет и Константинополь. К слову, все успешные попытки временно отвоевать древние патриархаты приходятся на западных христиан. Васил хотел сказать патриархаты. Оговорка по Фрейду. Походы, да, крестовый походы замечательно. Европейские мандаты делал рук католической и протестанской дипломатии военной мощи. Ну смотрите, если воля Бога измеряется в количественных показателях, то я понимаю, что среди всех народов Бог больше всего любит китайцев. Как бы... Некорректно совершенно сравнение. Китайцев просто много численность населения. Опять же, там не только китайцы, там ханьцы, там разные народы есть. Это упрощение, то, что мы все китайцами называем. Речь-то не об этом. Причем есть численность населения и численность верующих христиан. То есть христиане это избранные Богом к спасению. Это же разные вещи. Ну блин, это же разные вещи. Как христианин Васил должен будет понимать. Любимая религия Бога, но на данный момент это, видимо, ислам, потому что количество мусульман постоянно растет. Количество сознательных мусульман едва ли столько же, сколько количество номинальных. Немного бредовое я сейчас это выразил, но в общем сути вы поняли. Я об этом уже говорил. В общем-то, ну, там, около полутора миллиардов. То есть, мне кажется, если мы эту количественную логику будем применять к оценке истинности той или иной доктрины, то она, ну, во-первых, она далеко не всегда говорит в пользу, она просто исторически не всегда в пользу христианства говорила и в пользу католичества. Вот. Я не верю, что она сейчас даже в пользу католичества говорила, хотя католиков, безусловно, больше, чем православных. И среди, если мы берем отдельно протестантские динаминации, да, то католицизм, конечно, количество католиков больше, чем количество протестантов отдельных динаминаций. Хотя в целом больше протестантов. Кстати, тоже отметим на полях это, что если Бог, вовремя Бога появляется в том, во что больше верят, то среди христиан доминируют будут не католики, а разные протестанты. Разные протестанты. Ближе всего к истине стоят. По этой логике. Нет, ну блин, они же по-разному верят протестанты, у них очень много между собой срачей, по самым разным вопросам. Смотрим дальше. После падения Константинополя, мусульмане последовательно покорили православное население Балкан и остановились только в третьем военную мощь католической Европы. До 19 века, когда османы начали распадаться о православной Греции, Болгарии, Сербии и Румынии объявили о своей независимости, Россия осталась единственной свободной от анавиации православной силы. Это просто карты, это вообще ничего не значит, это ничего не говорит, это вот контурные карты об истинности той или иной веры. Так, что это значит для Евангелия? Значит, если прославлено про Дима Верна, то евангелизация в мире зависела от внешнеполитических военных успехов России. Ну да, ну поэтому это плохая логика, собственно, вот. Это плохая логика, потому что если мы считаем, ну потому что согласно этой логике, истинность Евангелия, она зависит от внешнего, от политических просто факторов, от фактов. Ну, отчасти должна, конечно, зависеть, почему нет. Государства же христианские или нет, или не христианские. Тем более мы знаем примеры из истории, когда Господь использовал различные политические силы для того, чтобы проявить свою волю. Но тут просто откровенно так получается, что православие, оно исключительно там, практически исключительно там, где находится Россия и ряд других стран. И за пределы вот этих стран оно не выходит никуда. Факторов там, внешне-внутренне-политических. Так. Николь чудо не произошло. Россия не перевела православие ни в Польшу, ни в Финляндию, ни в Прибалочку. Православие так осталось. Граница, когда там, обозначенных экономическими военными возможностями Византия, а затем в России. Такая картина совершенно бедительна для меня, что я считаю, что утверждение католичества — это истинная церковь, а восточная церковь временно приводит в расколе. Верно, утверждение католики приводит в расколе о нашей юрисдикции, и есть вселенская церковь, вложно. По скриптому исламу, кстати, та же проблема, что и православие. Границы ислама определены некогда удавшимися заваливаниями и населениями. А границы католичества не определены? Нет. Например, католичество в Африке только примерно с 1960 года и по сей день стало исчисляться не миллионами, не десятками миллионов, а сотнями миллионов. До этого как-то слабо оно было представлено. И, видимо, британскому колониальному режиму это было не особо интересно. С другой стороны, возьмем Корею. Южная Корея в первой половине XX века была страной язычества и атеизма. Сейчас там католиков сколько там процентов, 20 или 15. И там всего 40 или 50 процентов христиан, из них 35 процентов это протестанты и 15 процентов где-то католики. Но при этом ранее католичества там не было вообще. То же самое в Китае. Католичество там появилось за последние десятилетия, но Китай вроде как никем из католических стран завоеван не был. Точно так же, как и Южная Корея. Точно так же, как, я не знаю, африканские страны. Вот, нет, в католичестве не так. Как бы, ну, а чем границы католичества определены? За последние 200 лет они поменялись слабо, даже с учетом мощной эмиграции мусульман в Европу и Америку. Да, но при этом количество, абсолютное количество мусульман растет при этом. Католичество нашлось и многочисленных привержектов самых разных странах, где совсем недавно, летом назад, католиков толком не было. В Южной Китае, про протестантизм, кстати, не говорит тут. Опять же, в Индии дохрена католиков за последние десятилетия тоже. Там очень быстро растет католическая община. В основном за счет касты неприкасаемых. Ну, Индия же не завоевывала никакое католическое государство. Корея, Китай, Индия, Вьетнам и Сингапурь. Гонконг их только уже достаточно, чтобы стать заметно общественной политической силой. Это не связано с миграцией европейцев в эти страны. Католиками становятся коренные народы в эти государства. Теологические аргументы. Нет, здесь не будет статус святых отцов в пользу филиолки. На самом деле, вопреки православной историографии, богословский вопрос в процессе раскола играл второстепенную роль, о чем я как-то писал. Считайте, по ссылке. Это, ну, отчасти это правда, действительно. В данном случае я имею в виду красоту и научность. Я даже больше вам скажу. Не существует догмата Филиоквы. Филиоквы это не догмат. Католицизма. Его рациональная золотую середину между активной деятельностью протестантизма и пассивным созерцитом православия. Это оценка. Это ни на чем не основано. Ну, как сказать, я от многих слышал, что католичество как раз более рационально, а православие это более мистично, скажем так. И в этом нет никакого оскорбления или превосходства, еще что-то. То есть, ну, лично для меня, как человека, более склонного к рациональному мышлению, это преимущество католичества. Вот и все. А мне нравится красота и духовность, одухотворенность православия. И золотая... Никаких проблем. Так о чем и речь. Это субъективные исключительно аргументы. Я же не говорю, что это прям... Ну, это мое мнение. Середина между лично экзальтированной верой протестантов и сухой выхолощенной доктриной католик. Я так не считаю, но я могу вот так сформулировать. Православный богослов часто можно найти. Такие высказывания. Ну, и как бы непонятно, как вот эти вещи просто мерить. Разумеется, этот аргумент может быть субъективным, но лично меня убеждает. В православии нет ни одного богослова по уровню эрудиции, всеохватности, авторитетности. Даже среди неверующих сравнимого с Фомой Аквинтским. Ну, это как бы... Ну, во-первых, даже если это так. Даже если это так, то это не говорит в пользу истинности католицизма? Ну, почему говорит? Почему православие не дало... Ну, на мой взгляд, повторюсь, это говорит. Почему православие не дало миру такого крупного богослова-философа, который оказал такое большое влияние на уму людей? Ну, почему? Что за среда такая, которая не порождает таких людей? То есть, на мой взгляд, как бы в церкви Дух Божий действует постоянно. Ну, и как понять, что он там действует? В том числе, таким путем, что вот церковь рождает таких людей великих. А во-вторых, ну, это оценка. Да, как бы... Ну, а я вот говорю, что нет, есть Палама. Или там вот Иоанн Дамаскин. Ну, я думаю, что это можно более-менее измерить. То, что он сейчас приводит пример. Потому что популярность Паламы или Дамаскина... Ну, можно просто, не знаю, сделать какой-то обзор литературы западной, российской, китайской. Можно сделать опросы. И я уверен, что больше людей знает Фому Аквинского, чем Паламу и Дамаскина. Причем, даже среди самих православных, скорее всего, больше Фома Аквинского знакомы именно с Фомой Аквинской. Как бы, или вот там какой-нибудь... Там, этот самый... Господи... Семен Новый Богослов. Или возьмите современные примеры. Папа Бенедикт XVI, прекрасный, актуальный богослов, чьи работы, посвященные в том числе вопросу современной европейской идентичности, широко представлены на русском языке. Есть на это лиранность, христианская вера, мировые религии, христианство и кризис культуры. Не читал. Иисус... Кстати, помните, мы когда проходили тест, мы видели, что Бенедикта XVI поместили в верхний левый квадрат. Не совсем понял я тогда, почему. Сейчас еще вспомним, что я же читал его работу как раз по поводу проблем с европейской идентичностью. Он был как раз-таки против отхода Европы от христианских традиций, от христианских принципов и ценностей. Он был против культур марксизма и культуры мультикультурализма. Поэтому его в левый верхний угол точно никак нельзя поместить. Иисус из Назарет и многие другие. Назовите мне хоть одну работу Патриарха Кирилла. Я уже не говорю, ну, может быть, нынешний Патриарх православный менее искусный богослов, чем нынешний прошлый Папа Римский. Вполне возможно, что это так. Все ли Папы Римские были искусными богословами? Ну, кстати, говоря, многие Папы Римские что-то писали. Довольно многие. Папы периода порнократии, они вот были искусными богословами? Может и были, но просто период такой, от которого нам вообще мало чего дошло. Или возьмите, так, не говорю про вкладку католического богословия в юридическую мысль, оказавшую влияние на всю юридическую науку Европы, в том числе самой России. Начиная от разработки теории естественного права, заканчивая участием формирования международного права. Ну, это правда, но католицизму исторически более повезло, я бы так сказал. Но свидетельствует ли это о том, что католицизму... А почему повезло? Опять же, мы приходим к вопросу, а почему католицизму исторически больше повезло? По какой такой причине, если мы христиане понимаем прекрасно, что в истории действует воля Божья и воля людей, почему католичество повезло? Это какая-то случайность или это какой-то объективный закон истории, как в диалектическом материализме? Что это такое? Что это за везение такое? Католицизм более истинный? Ну, нет. То есть, это не говорит о том, что католицизм неправ, но все то, что говорит, как бы пишет Александр, это либо просто субъективно, это либо оценка, либо просто... Это сразу было сказано. Ну, по всей видимости, да, конкретно в этом отрывке, это именно отрывки, там этого не было, да. Что это субъективно оценки, я об этом сразу сказал. Ну, некоторые факты того, что католицизму в некотором смысле исторически и политически более везло. Католичество не прекратило исследовать истину после раннего Средневековья, но православие тоже не прекратило. Напротив, православные авторы не дали абсолютно ничего нового за более чем тысячу лет. Лишь комплиентских отцов, словно бы дух не живет в церкви, словно бы церковь прекратила учить тысячу лет назад. Но это просто неправда. Там, ну, там, вот Христос Янарос, есть такой современный православный богослов, там, этот самый... А что вам принес-то Христос Янарос, и кто его знает, вот в чем проблема. Дело в том, что после того, как прекратились совместные вселенские соборы, католическая церковь проводила, там, больше десятка провела вселенских соборов по самым разным проблемам. В католической церкви появилось чистилище. Причем не появилось, естественно, а оно было уже в христианстве, но католическая церковь раскрыла его наличие и привела к догмату. Католическая церковь дала явно больше богословских идей, богословских работ, чем православная. Тут даже просто... Я не хочу сказать, что это как-то умаляет православие, там, или еще что-то. Это лично, опять же, для меня аргумент, для кого-то, действительно, может быть не аргументом. Но это так, и отрицать этого смысла нет. И причем на Руси, к примеру, это даже можно посмотреть, что читали, и в основном, что читали, что переписывали на Руси. На Руси в основном переписывали и читали Псалтирь и Жития Святых. И, по сути дела, больше ничего. Вот реально больше ничего. На Руси, по сути дела, после падения Константинополя, это главный очаг православия в мире. Очень долгое время было, и сейчас остается Россия. Не было написано ни одной работы, непосредственно не связанной с житием святых, или непосредственно не связанной с толкованием Библии. Например, в католической церкви был Роберт Гроссетес, я его как-то зачитал на стриме, который еще в 13 веке описал теорию расширения Вселенной. Опять же, исходя из своей веры в Бога, используя свою веру в Бога, он написал расширение Вселенной, как расширение света. При этом он опирался на то, что в Библии написано, что Бог есть свет и так далее. Он, исходя из этого, по сути дела, в 13 веке описал концепцию расширения Вселенной, которая будет принята в науке только в 20-м столетии. Фома Аквинский, Альберт Великий, Акам, например, Уильям Акам, Ока, Исидор Сивильский, который написал первую энциклопедию на Западе, посвященную самым разным областям знания. А в юридических вопросах, кодекс Грациана, церковное право развивалось, в православном мире вообще практически не развивалось. И мне вот неизвестно, как оно там вообще развивалось, в православном мире церковное право. Какой ревизии там проводили право и так далее. Ну, блин, тут можно бесконечно продолжать. Вот у меня в книге «Миф атеизма о христианстве», «53 миф атеизма о христианстве», там в самом конце приведен список имен христианских ученых, которые внесли вклад в науку. Мне очень хотелось найти ученых с Востока, но я нашел только двоих. Только два ученых, именно которые были священниками, мне удалось найти, в то время как среди католических священников и монахов мне удалось найти сотни таких людей, которые реально занимались научными исследованиями и богословием, а богословие – это тоже наука, а уж тем более средние века и так далее. Владимир Соловьев тот же. На грани еретик, но все равно там как бы православный богослов, там лоский, я что отец, что сын. Так вопрос не в том, что они… Я же знаю, что, конечно, православные богословы есть. Вопрос в том, что нового они с вами богословия внесли. Я просто не очень много заня... А, ну, пожалуйста, если мы с Сывкайзападных православных богословов, то Ричард Суинберн... Опять же, я читал Суинберн, кстати, хорошую работу у него, но они ничего нового не приносят. И причем обратите внимание, что называют имена людей 20-21 века. А что было-то до этого? Что касательно православных богословов, внесших что-то новое в богословие, там, 15-го века, 14-го, 13-го, 12-го? Я не очень много занимаюсь просто современной православной теологией, но вот это просто неправда. Соломанская школа, правильно, Артем Кичан пишет. Соломанская школа, да. Это так. По сути, Соломанская школа-прародительница, австрийская экономическая школа и многих современных экономических теорий тоже, опять же, католические богословы. Занимались и экономикой, и респруденцией, и физикой, и химией. То есть, им это ничего не мешало. Ну, почему-то среди православных не было таких. Я не знаю, почему. Я понятия имею. Возможно, именно как раз потому, что католицизм, он более рациональный, православие более акцентируется на мистицизме. Опять же, даже можем посмотреть, насколько отличается восточное монашество от западного монашества. Восточное монашество, оно созерцающее, мистическое, там просто монах ничего не делает, например, может на одной ноге стоять, просто ничего не есть и так далее, доводить себя до такого состояния, что он уже там начинает видеть какие-то определенные видения и так далее. Но в основном монахи, они на востоке даже, которые живут в монастыре, они, да, занимаются какой-то экономической деятельностью, безусловно, но так сильно в народ они не входят, так сильно в экономику, выходящую за пределы их монастыря, они не выходят. На Руси, правда, были богаты монастыри, но потом их Петр I и Косимир II просто-напросто секуляризировали. Вот, это была огромная ошибка. Может быть, кстати, которая как раз определила последующее состояние православия. Вот, а на Западе монастыри, монашеские ордена, они, во-первых, были очень крупными, очень многочисленными, во-вторых, они занимались наукой, они занимались переписами различных книг, в том числе светских, и распространяли эти книги. Они занимались трудом не только в границах монастыря. Ну, то есть, разница очень такая, существенная. Например, монахи тупо колонизировали значительные территории Германии, которые были прежде лесистые, болотистые. Монахи приходили там, осушали болото, лес рубили, строили там монастыри, строили там амбары различные, дома и прочее. И, собственно, вот они колонизировали, они занимались этим. Возьмите православных авторов. Это либо старцы, либо святые далекого прошлого, которые цитируют те же самые мысли, что были высказаны святыми отцами в поздней античности и раннем Средневековье. Привел примеры. В то же время мысль католиков проникла даже в теорию эволюции Вселенной, живого мира в астрономии. Ну, теория эволюции не Вселенной, правда, а биологических видов ее придумал православный. Если что, католичество не ведет... Теорию эволюции не придумывал православный. Теория эволюции это вообще... Сначала была концепция, которая еще в 18 веке появилась. Например, Ламарк уже, собственно, двигался в этом направлении. А последовательно... Я не знаю, кстати, о каком православном говорит, который придумал теорию эволюции. Ладно. Дет борьбу с наукой, а помогает ей участвовать в научном процессе как своей собственной мощной системой образования университета и школы по всему миру, так и регулируемые конференции ученых, организуемых святым престолом. Ну, православная церковь тоже организует конференции. Но я тут, на самом деле, согласен во многом с Александром, что это большое упущение с точки зрения православных. Но, опять же, это упущение никаким образом не свидетельствует в пользу истинности. Ну, почему нет? Совокупности, на мой взгляд, свидетельствуют. Католицизма. В серьезе обсуждается вопрос неземной жизни. И сейчас уже даже пытаются понять, как себя вести с разумными инопланетянами. Так что, осторожно заглядывая в 22 век, я вижу там католическую церковь, которая продолжает быть актуальной. Я вижу там, на самом деле, протестантов во многом. Я вот не вижу. Учитывая, насколько в протестантских странах снижается количество прихожан протестантских церквей, я их там не вижу. Там, причем, у протестантов ситуация настолько хреновая, что, скажем, в Норвегии и Швеции уже прежде не было католических крупных структур. Стали появляться опять, благодаря миграции, опять же, из Восточной Европы. И благодаря тому, что местные переходят в католичество, а протестанты просто исчезают, там вымирает протестантизм. Англикантов, сколько перешло в католическую церковь, там, целым скопом, по-моему, при Бенедикте 16-м такой был процесс. Ну да, неопротестанты, конечно, могут, но неопротестантизм, он довольно-таки примитивный, он этим и берет. Вот в Южной Америке он чем берет, что у них же очень примитивное богословие, и они очень популярны среди малообразованных и бедных людей в Латинской Америке. И там в основном все на эмоциях построено. Если посмотреть на протестантских пасторов латиноамериканских, ну это просто типично обычный бизнесмен, он в пиджачке все время ходит такой с дорогими часами там за миллион долларов и рассказывает своей пастве о том, как круто быть протестантом, давайте все орать, там, получать, значит, видения какие-то. Ну это, я думаю, что это вряд ли сохранится до 22-го века. Ну, посмотрим. И в то же время сохраняя личное знание, что имеет вечную ценность, от православия же я вижу в основном нелепую критику теории эволюции и необоснованный страх перед генетикой. Ну, это во многом правда, но я замечу, что... Он про синтетическую теорию эволюции говорит, одним из рабочих, который был доброжанский. Ну, блин, теория эволюции-то, она появилась до этого, до СТ. Критика, да, она не от православия исходит, а от некоторых православных авторов. Даже такой науки, как библиотека, православным остается только следовать западным авторитетам, поскольку полноценное направление в этой дисциплине у православия не сформировалось. Я не зелен в библиистики, хотя я знаю, что... Ну, библистика, это, вообще-то говоря, светская наука. Красота католического искусства, которую заимствовали даже православные искусства, отражается не только человеческой, но и божественной идеей. Ну, это мнение Александра. Католичество и католический мир подарило миру почти все основные жанры искусства, имеющие значение для мировой культуры. Жанры... Вот это не жанры, я вынужден тут поправить. Вот это не жанры, это направление искусства, это стили. Жанры, они существовали задолго до христианства. Готика и барокко, античное наследие, сохранено католиками и их же усилиями копировалось. Эстетика западного христианского мира. Ну, эстетика западного христианского мира... Так, все это любят даже в Японии. Анимешники не дадут соврать. Ну, они любят... Анимешники не дарят соврать, что в Японии любят католическую эстетику. Готику, например. Что-то более распространено. Православный стиль слишком незначительный, на мой взгляд. Большинство храмов имперского времени создан католиками, итальянцами и французами на католический манер. Начиная от Казанского собора и заканчивая Кремлем. Все эти образцы западного архитектурного стиля. Разумеется, я не хочу сказать, что православный мир не подарил своих оригинальных шедевров. Тоже шатровое издочное, что мне самому безумно нравится. Знаете, все-таки этническое искусство, а не универсальное, насколько я могу судить. Ну, каким образом красивое искусство горит об истинности теологической доктрины, я не очень могу понять. А вот нифига. Есть даже такое понятие, как Евангелие через искусство, через живопись, через красоту. Ну, по-разному называют. В общем, Евангелие не только можно написать, не только можно прочитать Библию, но его можно еще увидеть. И, собственно, это практиковалось на протяжении огромного количества времени. Когда многие люди были неграмотны, они видели Евангелие в образах, в искусстве. Поэтому я знаю очень многих людей, которые пришли к вере через красоту. Да, они увидели красоту и пришли к вере. Поэтому это очень даже мощная вещь, которая, она реально работает. Социальная роль католичества в развитии человечества институтов. РКЦ исторически играла и играет роль мощного противореса государству. Пример. Демократизация в Южной Корее. Борьба с режимом Чавеса Мадуро. Поддержка Пиночета и Франко против Лев. Да, поддержка Пиночета и Франко, это очень... Еще надо добавить, что как бы беглым нацистским преступникам католическая церковь... О, все, 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 все. Пиночет, Франко, это нацисты, да, да, да. Помогала, значит, скрываться. Но Васила тут бомбит, потому что он же левый. Он же как бы за леваков, поэтому для него, видимо, неприятно то, что Франко победил в Испании. Вот преследователь. Да, поддержка Пиночета и Франко, это, безусловно, однозначное свидетельство в пользу истинности католицизма как доктринной. Привет, Зарбит. Ну, это два примера правильного выбора. Патоличество не занимается поиском возможных путей симфонии с властями, если эти власти, очевидным образом, имеют антихристианский характер. А вот Пиночет, который... Усташан, да. Пиночет, который... Ну, блин, как можно Усташей сравнить с Пиночетом и с Франко? Ну, как? Это, мне кажется, просто некорректно, ужасно. Так, ладно, сейчас... Блин, вам не видно, наверное, то, что я сейчас так сделаю. Людей сбрасывал с вертолета, это христиан, это, как бы, антихристианский характер. Ну, он социалист сбрасывал с вертолета, это было довольно-таки мало случаев таких. Или христианский характер, я не очень могу понять. Так, католичество не занимается поиском возможных путей симфонии в Донона. В качестве ответа мне опыт возразить, что православных уничтожали большевики. Однако католичество большевиками было уничтожено в России буквально под корень. А православие нет, это, ну, правда, да. Католичество, правда, и было меньше в России. Более того... Но католики были второй конфессией в России, кстати, в Российской империи. Причем, даже не только благодаря Польше и Прибалтике, а вообще, они были реально очень крупной конфессией. В Петербурге, там, вообще во всех крупных городах Российской империи было много католических храмов. Они либо там были потом разрушены, репелены под склад овощей и так далее. Но в Российской империи католиков было очень много. Православные разделили свои оценки большевизма с самого начала. Померенческую позицию занимали обновленцы и сергианцы, последние, собственно, стали современные РПЦ. Ну, сергианство — это не направление внутри РПЦ. Сегодня православные иерархи спокойно смотрят на неосоветский реванш. Ну, неосоветский реванш только в голове Станкевича существует и подобных. Нет, не только в моей голове существует. Людей вот с подобными ему взглядами. Советские названия улиц — захоронение в Кремлевских стенах. На протяжении всего существования Российской империи православие находилось в подчиненном положении, как одно из государственных министерств, защищенное законами о отступничестве. В февральскую революцию Синод спокойно отнесся к крушению самодержавия. В ноябре православные духовные лидеры не использовали возможности для организации сопротивления красным. Как это контрастирует с католичством? Здесь вам и вандея, и борьба с ресторжемента. Мало было объединить Италию, пока это объединение не было признано папой римским. Именно для урегулирования статуса Святого Престола и были подписаны латеранские соглашения. Это в условиях полнейшего доминированной светской властью над СМИ, армии, полиции, территориями и экономическими активами. На имя СССР считалось католичным миром и духовной властью папой. А что было в России? Петр Первый и Екатерин Великой легко и просто провели секвалиризацию православия, отменив институт патриарха. Ну, не патриарха, а патриарх. Но тут как бы сложно, мне кажется, спорить со мной в данном случае. Даже во Франции просто очаг светского государства, идея светского государства. Либералы, они не решились забирать у церкви образование. То есть школы оставались за церковью. У церкви оставлялось достаточно много социальной власти. И по сей день во Франции целая сеть католических школ, их тысячи там. И, в общем-то, государство туда не лезет. Вот это вот пример, да? Что сейчас есть у православной церкви образования? Ничего. И во времена Российской империи государство, собственно, сильно очень контролировало православную жизнь. Я сейчас стал правильнее сказать, но, да, это правда. Никаких соглашений никто не думал подписывать. Православие совершенно пассивно перед властью. Ну, проблема в том, что... Проблема в том, что когда православие перед властью не пассивно... Когда оно перед властью не пассивно, оно, ну, как бы, православных убивают. Как вот был так... Ну, не только православных. Вообще всех христиан убивают, которые не пассивно перед властью. Но это разве проблемы была для христиан когда-либо вообще. Такой протопоп Абаку, который не был пассивен перед властью. Его убили. Да, кстати, интересно, это же еще что-то латаранские соглашения, ну, договор с Муссолини, тут приводится как подтверждение, как свидетельство в пользу хорошей политики, проводимой католической церкви. Это, конечно, интересная позиция. Так. Так. Все измышлизмы про примирение и заботу о душе лишь оправдание – это пассивность. Ну, тут я во многом согласен, но это свойственно не только православным, это свойственно христианам, к сожалению, многим. Христианин имеет гражданскую ответственность, согласен, не должен с себя рукава терпеть этатийский беспредел. Ну, никакой беспредел не должен терпеть. И вот тут самостоятельность католической организованности, иерархичность, как нельзя кстати. Интересно, что иерархичность противопоставляется этатийскому беспределу. Ну, окей. А почему это не нельзя противопоставить? Интересно, что этатизм критикуется с позицией католицизма, где церковь, собственно, является государством. Церковь не является государством в католицизме. Государством, членом ООН является Ватикан. Да, но не церковь. То есть, это не вся... Есть разница, как церковь, как тело Христова, как организация его, блядь. Вот. Есть разница с Ватиканом, как государством, да, действительно. Это такое католическое, теократическое государство. Но это не церковь. То есть, у церкви католической нет такого, что это Ватикан, а церковь католическая – это одно и то же. Ватикан – это государство. Так. Скромная роль православия в... Нет, стоп, 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 пропустил. Сила католичества за счет центра, который стоило бы придумать, даже если бы папа не было. Да, извечная дилемма для православных — это власть папы. Для всех христиан, а не для православных. Меня совершенно не убеждают аргументы православных о соборности, ибо на деле, я вижу на деле, насколько хороша система православия, когда иерархи восточных церквей даже не смогли собраться друг с другом на все православные соборы, так и не решив, где кому сидеть. Более того, аргументов в пользу первенства Рима предостаточно. Читайте книгу. Ну да, например, поддельный Константинов дар. Читайте книгу Задворского сочинения римских понтификов первого-девятнадцатого веков. Я не читал книгу, но аргументы в пользу Рима предлагается искать в книге сочинения римских понтификов первого-девятого. Это неудивительно, потому что, почему я предложил эту книгу, потому что в ней собрано огромное количество документов с первого по девятый век, в которых показывается участие Рима в решении различных вопросов на Востоке, в которых римские понтифики выступают именно как самый наивысший авторитет, который ставит точку в спорах. Вот почему я порекомендовал эту книгу. Ну, римские понтифики, я не удивлен, если они считали, что Рим как бы первенство должен занимать. Но мне хватает и той очевидной... Не только они так считали. Там просто к ним прислушивались и на Востоке как именно авторитетом, поэтому я эту книжку порекомендовал. И там же не только сочинение буквально смысле слова, только документы. Там же ответы. Там письма приводятся, например, римских понтификов и ответы с Востока, к примеру. И мы можем сопоставить, увидеть, какое уважение испытывали восточные церкви к Риму. ...польза, которую сыграла римская независимость на протяжении... То есть у Рима тогда уже был вероучительный авторитет. ...додел Евангелие. Так что, если бы Никого первенства Петра, его стоило бы выдумать. Скромная роль православия в развитии науки. Не самый главный аргумент для меня, но тем не менее, я не мог не обратить на это внимание. Наука важна. Согласен. Это изучение тварного мира, изучение творчества Бога. Так что забрасывать это дело, я считаю, даже грехом. Интересно, что научная революция, собственно, случилась в протестантских странах. Не знаю, какой научной революции он говорит. Например, научной революцией называть, скажем, изобретение тяжелого плуга. Это научная революция или нет? По идее, никакой науки тут не должно быть и не было. А на экономику и технику развития пошло. Ну ладно, это плохой пример. Более актуальный пример это создание, например, в Англии, в католической Англии XIII века, Оксфордской школы, Оксфордские калькуляторы, так называемые. Загуглите, посмотрите. Почему не назвать научной революцией деятелей парижской школы, деятелей, не знаю, шартерской школы? Там огромное количество математиков, богословов, естествоиспытателей было средневековых. Что научная революция понимает, которая произошла в протестантских странах, не тяжело понять. Он может иметь в виду промышленную революцию, но промышленная революция, как прекрасно доказано Джоэлем Мокером, она вообще-то без всякой науки проходила вообще. Серьезно говорю, посмотрите, почитайте книжку его, просвещенная экономика, по-моему. Он там описывает прекрасный процесс, который происходил в Ликобритании. Там до середины XIX столетия наука вообще не играла никакой роли в развитии техники. И Англия шла впереди всех в развитии техники. Но при этом Франция на тот момент в плане научных теорий, в плане науки, развития науки, опережала Англию даже в эпоху прорывшей революции. Она ее опережала. Католическая Франция опережала Британию в науке. Но Британия на тот момент не требовалась техники для ее развития, именно научные знания, научные теории. А вот во второй половине XIX столетия они стали требоваться, потому что дальше техника уже дошла до такого уровня, где необходимы научные знания. И Британия потеряла свое лидерство, о чем Мокер пишет уже в книге «Рычаг и богатство». Она потеряла свое лидерство в химии, в химической отрасли. Германия заняла первое место, Франция тоже начала уже догонять и перегонять Англию и так далее. А так в науке, именно в естествознании, физике, химии, очень много найдете вы итальянцев и французов, очень много в научных теориях. У британцев даже и то меньше. У них в основном техники, инженеры. То есть то, что на практике, эмпирическим путем достигается, разрабатывается. Поэтому не знаю, какая-то научная революция, что имеется в виду под этим. И ее как бы деятелями были, ну не только протестанты, но во многом именно протестанты. И здесь православие не сыграло никакой роли, зато католичество очень даже. Ученых католического мира тысячи, ну потому что католиков больше. Университеты были созданы католической церковью как таковой. Ну хорошо. Ну ладно, это мы уже проходили. Как универсальное школьное образование, построено по единой общепризненной системе. Как и университетские степени, они тоже были придуманы католиками и действуют по сей день. В том числе терминология вполне себе заинтересована. Окей, католиков больше православных примерно в пять раз. А православных ученых, их меньше в пять раз, чем католических ученых. Вот тогда это так работает? Я не считаю, что это свидетельство истинности католицизма, но это тенденция Александра, я считаю, тут оценивает правильно. Эти люди сидят в уединении, но делают утверждение о таких вещах, которые не видели и которых не слышали. Постоянное чтение компиляций святых отцов без всяких попыток обогатить их, развить, как это должно быть утомительно. Я предпочитаю почитать Исидора Сивильского, который уже в шестом веке написал первую в Европе энциклопедию. У тебя информация там устарела на 1400 лет, но ведь это же источник ознания того времени. Или я почитаю лучше Роберта Гроссетеста, который дал описание сотворения Вселенной из расширяющего света в тринадцатом веке. Да это же дедушка теории расширения Вселенной. Неудивительно, что современную теорию разработал католический священник Жорж Леметтер. Или вот можно почитать большое сочинение Роджера Бекона, автора тринадцатого века, давшего описание самолетов, поездов и автомобилей. Кстати, всем рекомендую почитать Роджера Бекона, реально очень интересно. Это я к чему? Потому что католические авторы седой древности знали больше современных православных статцев и владели такими идеями, которые стали актуальными только в новое время. Я считаю, что только истина могла породить такую интеллектуальную среду, где появились такие идеи. Это, к сожалению для Александра, не следует из всех тех заслуг, которые есть у католической церкви и у католических авторов. Все было бы просто, если бы это было так. Иисус уплатил человека. Почему это не следует? В католической церкви, в католическом мире была сформирована соответствующая среда. Интеллектуальная, прежде всего. Значит материальное не есть зло, как часто считают на Востоке. Ну, справедливости ради, так считали некоторые авторы. Я бы даже сказал авторы дораскольные, ну восточные, да, отцы пустынники некоторые так считали. Но это не оппозиция православной церкви. Личные качества характера. Да, это тоже может влиять на мой выбор. Склонный к логике и питающей любовь научности, я заранее был более готов к рациональности, точности и иерархичности католичества, чем созерцательности, неопределенности по многим вопросам, децентрализованности православия. Эстетика католичества, сохранившего римское имперское наследие, тоже радует меня. Но ведь кому-то от римской эстетики может быть дурно, поэтому я считаю этот аргумент совершенно личным и субъективным. Так, ну, как бы, ну, мою позицию вы, в общем-то, услышали, то есть тут, на самом деле, интереснее было бы именно богословские какие-то аргументы, да, услышать, но здесь, на самом деле... Богословские аргументы, почему я не придаю значения, потому что прошло уже 1400 лет, ой, боже мой, 1400 лет, прошло уже 1000 лет, и, как бы, в этом вопросе богословы не продвинулись ненасколько, поэтому смысл приводить эти богословские аргументы, ничего нового я здесь не скажу. Михаил Коровкин, спокойной ночи, спокойной ночи. Здесь, как бы, что констатирует Александр, и с ним можно согласиться, что католическая церковь, она сильнейшим образом повлияла на мир, на культуру, на науку, на искусство, что католиков много, да, но каким образом это свидетельствует об истинности? Именно католицизма, в отличие от православия или какой-то другой христианской, или конфессии, или нехристианской, да, религии. Ну, на момент возникновения своего христианства, христианство это была община из нескольких десятков человек, которые ни на что в мире не влияли, и все равно христианство было истинным. Но мы же говорим не о моменте возникновения, мы же говорим об эпохах, когда уже сложилось это разделение, и когда уже встал вопрос, а что истинно, собственно, католичество или православие? Немножко это некорректный пример. Почему мы должны исходить из того, из... Кстати, зачем Василию успокоительное? Того, как бы, состояния мира, да, вот именно в 2019 году от Рождества Христова, а не, например, оценивать это состояние в тысячном году. Или почему мы не должны подождать, там, еще, еще две тысячи лет, чтобы тогда оценить. Вот. Ну, я не могу подождать две тысячи лет, да, то есть мне надо сейчас делать выбор для себя. У меня нет такой, такой роскоши, не могу себе позволить такую роскошь подождать еще две тысячи лет. А почему тогда не четыре, пять или шесть тысяч лет? То есть так можно рассуждать бесконечно. Вот. Такие дела, то есть, ну, это просто не следует, отсюда не следует истинность католицизма, да. Так.